Я так давно не видел Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Один ДимаTorzok ДимаTorzok То есть, вот тут, допустим, две пуговицы И вот тут две пуговицы И был бы я, к примеру, как Альтаир Но их тут нету Есть вот такие вот лишь две завязочки Которые как бы Вот так вот завязшие в натуре ходишь, как в халате Но как бы сбоку смотрится прикольно То есть, ну, ничего вроде не торчит Как бы Вот, а сам капюшон же Это просто это ад Вот так вот его можно натянуть И вообще ничего не видеть То есть, это реально, это какой-то там Сектантский этот Сектантский шмот Вот, а в целом, если вот даже, к примеру Одеть какой-нибудь кипарик Вот, к примеру, серый, опять же Чтобы смотрелось Бля, сейчас упадет Вот Опять же, если одеть серый кипарик Это все будет выглядеть намного эстетичнее Ну, то есть, вроде как Моднее, прикольнее Но я не знаю, да Это может уже и уходящий тренд Типа вот этого вот трэп, свэк Но, я опять же скажу Я живу в дыре И до нас это очень долго доходит, ребят Вот Ну, как-то под курткой тоже прикольненько смотрится То есть, сам вот этот капюшон такой большой торчит Вот Правда, маме моей не нравится То есть, она говорит Это что-то ты как сектант в натуре оделся Вот Ну, а так в целом, вещь прикольная То есть, можно и поносить, в принципе И как бы Я не знаю Поснимать видосики Пофоткаться То есть, фотки в ней классные получаются Вот Она не такая уж тонкая То есть, она вот тут вроде какая-то еще подкладка есть Вот, к самому материалу В общем, ссылочка вот на этот балахон будет в описании Потому что я им как бы доволен Итак, ребятюни Только я продрал глаза Вчера мне пришло еще оповещение А вчера было воскресенье Сейчас я не могу вам сказать точное число Потому что Телефончик дома Он у меня разрядился за ночь Я решил его не брать Последняя посылка Как я, в принципе, и ждал Конденсаторный микрофон Сейчас домой придем Это все затестим Как он звук пишет Вот По сути, ничего крутого ожидать от него не стоит Потому что Ну, не знаю Я видел вот тесты этого микрофона То есть, чисто того же Которого я заказал Ну, не сильно отличаются То есть, звук чуть поглубже И все То есть, шумы так же присутствуют Вот Ну, ладненько Тут, может, что-нибудь там Со звуком намутим Что-нибудь там Какой-нибудь эквалайзер Может настроим Шумовой гейт понизим Вот А так, в целом Нас, короче, вдарили морозы То есть Это, ну, прям Ну, да Конец декабря Вот Холодновато Снег уже явно не растает То есть Каждый день у меня Машина вот такая Заснеженная Каждое утро Придется ее отрыхать Но сейчас Благо не такой Сильный мороз И можно все это Отряхнуть Вот таким вот образом Это для ленивых Блядь, угадайте Как у меня бомбит Охуенный просто микрофон Ну, на самом деле Это не микрофон Это часы Я, короче, до последнего Не мог понять Я смотрю Я думал Сейчас она мне там Принесет такую Большую бандуру Там коробку А приносит Вот этот пакет Я думаю Блядь, что такое А потом вспомнил Что я Второй раз Заказывал часы Силиконовые Ну, эти электронные Может, кто помнит Они ко мне летом Еще приходили Я их, правда Оставил в Питере Вот И поэтому Как бы Ну, решил заказать Вторые То есть, такие же белые Вот сам вот этот вот Силикон Он желтеет То есть Опять же От грязи Там От всей вот этой вот Залупы Он становится грязным И как-то Блин У меня не получалось Его отмыть То есть Вот так вот Мы нажимаем на них Вот Настраиваем время Вот Но это мы потом Еще все настроим Тут Тут всего лишь Одна кнопка И Как бы С помощью нее Все махинации Как бы Проделываются Да, блядь Вообще Очень-очень жалко Что нету микрофона Суки Вообще Бомбит И да, ребят Расскажу я немного Вам про трил аут То есть Как это все было Потому что Вы видели только Вообще Сам видеоотчет Концерта И В тот момент Когда я уже уезжал С Уфы Проблема случилась Такая Что Как бы У меня Как вы знаете Нету Зеркального фотоаппарата Но пока что Я уже понял Что он Прямо крайне Необходим Вот И как бы Надо было Снимать Ехать Концерт То есть я там Как на Правых Организаторов Вот Меня туда Позволь Ну я Я по сути Как Это все было Так же Как и в принципе С Джарахом Я спросил Типа А там Видео снимать Можно Ну то есть Там какой-то Видеоотчет Делать Там ничего От этого Не будет Что я там Может какие-то Треки Спалю Вот Они говорят Нет Типа Говорит А слушай А ты не хочешь Просто так Ну приехать Даже поснимать Весь концерт Я такой Да без Б Вот Я говорю А вы что Куда потом На вписку пойдете Он такой Да Потом там Тусоваться А для меня Это что Для меня Это в плюс Потусоваться Там с рэперами Как там Новая школа Клаудрэп Вот С ними как-то Скинтоваться Ну у меня так Почти уже Все есть В друзьях Вот И поэтому Ну это как Это не показатель Конечно же Они думаю Всех ВК добавляют Но все же Как бы В случае чего Им будет Думаю Можно написать Там И вот Многие там Рэперы Приехали с Москвы Но вот Таких вот Известных Как Бульвар Депо Фараон Кристалл Курьер Их не было То есть Там Самый известный Ну Я конечно Никого не хочу обидеть Был вроде Джимбо Это вот Тот что С фараоном Там Дэд Дайнести Музыка 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 Что бы Сратус Гану Не Музык Музыка Музыка Мне вообще звали к 12 часам дня туда, то есть там настройка звука, вся херня. Вот если бы я тогда поехал, то у меня еще было более-менее больше шансов познакомиться там с какими-то ребятами. Вот, а получилось так, что я пока проискал зеркалку, концерт уже как бы начался, и мне ехать туда 3 часа, а как бы дорога была не из лучших, то есть метель, это вы как бы сами видели. Вот, и было, кстати, уже темно, то есть я туда по темноте ехал, вот, попал я туда в пробку в час пик, вот, в общем, на концерт я на час опоздал, ну, в общем-то, он там длился где-то часа 3, вот. Потом уже, когда я приехал, я забрал вот эту девочку, забрал зеркалку, поехали, короче, за 20 километров, то есть, ну, это город уже большой Уфа. Вот, 20 километров я пилил до самого клуба. Приехали туда, мы начали снимать, а я сказал этой девочке, что, ну, как бы продержу я там недолго, от силы там час-полтора. Вот, время прошло, я подхожу к организатору, спрашиваю, сколько еще будет концерт длиться, он сказал, что, сколько, 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 а, он сказал еще, что полтора часа. Вот, и эти, я думаю, ну, окей, за эти полтора часа, как бы, там успею все сделать, вот, и говорю, давай, одевайся, сейчас все, поедем. А ехать туда-обратно тоже, туда 20 и обратно до клуба 20 километров, и того, у меня на это ушло, короче, минут 40. Вот, ну, как бы там по городу, движение, вся херня. Вот, еду я обратно, значит, сумма, то есть, время прошло, 40 минут, а у меня получилось так, что разрядилась камера моя, вот эта вот, маленькая, и я ее там оставил на зарядку, я прям сказал, чтобы, блядь, сука, чтобы к ней никто не подходил. Вот, он, ладно, ладно, оставил ее на зарядку, сам поехал вот эту бабу отвозить. Еду обратно, клуб закрытый. Конечно, вот у меня такой бомбеж был, вот, звоню, короче, ну, организатору, он говорит, мы это, типа, все уже, клуб закрыт, концерт кончен, твоя камера у меня, мы сейчас это, типа, развезем этих рэперов там по домам, и как бы все уже, ну, я обратно к клубу подъеду, тебе отдам камеру. Я жду час, а, ну, холодно, я машину постоянно завожу, прогреваю, вот, их нету, ну, то есть, самого организатора, я, конечно, ну, не бомбил там ничего, хотя организатору там было лет 17, ну, мне как-то похер, то есть, я, ну, по-человечески вроде там, ну, понимаю, что там, ну, не будет он просто так это, куда-то там возиться с моей камерой, то есть, если там это не так важно. Вот, а потом уже, когда прошел час, он мне сам уже позвонил, он говорит, ты на какой машине? Я говорю, ну, блядь, ну, ты же вил, мою десятку. А вот он говорит, ладно, сейчас приеду, типа, стой там, вот, окей, ждем. Потом уже я психанул, то есть, позвонил ему сам, говорю, слушай, давай, я, может, сам подъеду, типа, ну, раз ты не можешь. Он такой, сначала, ну, нет-нет, говорил, а потом, айда, подъезжай, вот, и мне пришлось ехать за 20 километров, опять, прям, в начало города, я охуел, серьезно, вот. А у меня еще как, знакомые там есть в Уфе, то есть, у которых я хотел вообще остановиться, то есть, переночевать. Они там, короче, квартиру снимают, вот, ну, а время, так как было уже позднее, я думаю, в ночь, ладно, похер, не поеду. Вот, и, как бы, ну, я хотел остановиться у них, до них мне ехать примерно километров 5 надо было, то есть, они в центре города живут. Но мне надо было забрать еще камеру и проехать 20 километров, а потом обратно 15 километров. И я не знаю, какой я, честно, путь сделал, то есть, по самому городу, то есть, до самого города доехал 200 километров, и еще, ну, по самому городу примерно, ну, километров 100 еще туда-сюда, туда-сюда проездил. Вот, ну, и, как бы, в итоге я остался, ну, как бы, ни с чем, то есть, ну, как, видеоматериалы есть, все отсняли, там, как бы, видео что-то сделал. Но, как бы, то, что я хотел получить, вот, именно познакомиться, там, с рэперками, именно во всю вот эту движуху войти, у меня, в принципе, не получилось. Следующий год он норовит быть жестким таким, то есть, я еще под конец, короче, года постараюсь, ребята, постараюсь туториал сделать, и потом уже, как бы, замутить, замутить, я не знаю, вот, как делают же президент Российской Федерации, то есть, итоги уходящего года, да, вот, что у меня изменилось, как бы, вот. Ну, как-то, ладно, ребятки, поедем сейчас домой, поэтому, думаю, влог завершается. Субтитры сделал DimaTorzok